Я хочу залезть к вам в трусики, дайте меня потрогать там. Ну и со словами маленькая тебе будет хорошо, потащи у меня, грубо говоря, в лес. У меня был триггер – конфетка. Если чужой дядя дает мне конфетку, значит происходит что-то плохое. Было такое ощущение, вот когда во сне, когда ты хочешь побежать и не можешь побежать. То есть ты как будто тебя удав сковал, и ты сидишь в этой скованности, и ты ничего не можешь сделать. Ты меня что, не любишь? Я же для тебя столько всего сделал. Так что, если ты для меня столько всего сделал, я должен позволять тебе что угодно. Отчим, назовем его так, начал проявлять ко мне какой-то интерес, вот в том плане, что пойдем поиграем, а давай на коленках посидишь, а дай тебя обниму. И вот как ребенок, которому не хватало в принципе ласки и какого-то общения, я как бы начала это принимать, но с каком-то момент я поняла, что что-то неправильно. Он сказал, что если ты расскажешь маме, она вот очень сильно будет ругаться, и от меня ты тоже огребешься. Одноклассник мамин, он в нашей семье был вхож всю жизнь, и он был как родственник, что ли, сводный, поэтому к нему все хорошо относились. Я примерно вот с сознательного возраста просто помню, как он постоянно проявлял ко мне, скажем так, нездоровый интерес. То есть он пытался меня поцеловать где-то, потрогать. Очень долгий период я не понимал, что это неправильно. Все ему доверяли, но я это воспринимал как-то, ну, как причуды человека, что ли. Мужчина маминой подруги предложил мне, не хочу ли я посидеть за рулем. Он отодвинул кресло, и как бы я сидела почти у него на коленях, и в какой-то момент он взял меня за грудь и как бы потрогал меня сзади. Я не знала, что делать, я просто молчала и никак не реагировала. В общем, мне было страшно, что это зайдет куда-то далеко. Пару раз он пытался меня поцеловать с языком, когда этого никто не видел, типа так случайно. И моя реакция была примерно такая же. Это страх, стыд и изоляция от того, будто ничего не произошло. У нас не были близкие отношения с мамой, и я не очень понимала, могу ли я эту историю кому-то доверять. И еще стыд, наверное, здесь был какой-то, и страх, что что-то произойдет дальше. А если мне не поверят, и он об этом узнает. Насколько мог ребенок сопротивляться, настолько я сопротивлялся. Ну, не трогай меня, не смей меня трогать, я этого не хочу, мне это не нравится. То есть это, ну, мы ругались, то есть я чуть ли не дрался с ним. Ты меня что, не любишь? Я же для тебя столько всего сделал. Так что, если ты для меня столько всего сделал, я должен позволять тебе что угодно. То есть я уже в том возрасте понял, что нет. Я где-то примерно в возрасте лет 12 только осознал. Ну, может быть, уже какое-то половое созревание произошло, уже где-то что-то начал понимать. И тогда только я понял, насколько это ненормально, и я полностью разорвал наши контакты. Настолько смог, не полностью, почему? Потому что я никому не смог рассказать, я не смог себя перебороть, я стеснялся. И как бы потом это перешло в физическое насилие. Вот, несколько лет, то есть меня шантажировали, меня били, заставляли. Я не могла обратиться ни к классному руководителю, ни к медсестре в школе, ни к гинекологу в поликлинике, потому что он всех их знал и очень сильно на них мог давить и влиять. Мама всегда закрывала глаза на все конфликты, потому что ее позиция была, это ваш конфликт, вы в этом разбираетесь, от меня помощи не жди, потому что я завишу от этого человека. Мне кажется, она подозревала, возможно, она даже знала, но она не хотела в это верить, то есть ей было удобно не соваться туда. Я маме открыто не говорила, что он меня насилует, я в принципе, как бы, был момент, когда она как-то зашла в ванную, и у меня был синяк, то ли на груди, то ли где, я уже не помню, то есть какая-то достаточно интимная зона. Я спросила, что это, и с таким тоном, что я поняла, что лучше соврать, я сказала, что ударилась. У нас в пятиэтажке был дедушка, но такой очень-очень старый, очень древний, лет, наверное, 80, не меньше. Он предлагал маленьким девочкам, лет пять, наверное, мне было шесть, не больше, деньги за то, чтобы они разрешили себя потрогать. Я помню, что мы как-то издевались, глумились, убегали, но, возможно, кто-то и не убегал. Это был старичок, мне кажется, лет, наверное, около 70. Начал говорить мне, какая я милая девочка, какая я хорошенькая, а вот он совсем один, вот его там внуки не навещают, вот бабка его умерла. Придвигается ближе, ближе, потом на коленочку руку кладет, начинает аккуратно поглаживать. Опять же, в детстве ты не понимаешь, что это такое, потому что, ну, тебя может там и мама погладить по коленочке, и папа, и дедушка, это нормально. То есть я ребенок, я же не думаю о том, что какой-то дедушка, такой же старый, как мой дедушка, может что-то мне там плохое сделать. Когда я была одна, когда он подходил, да, мне было страшно, я старалась убежать. Но он настолько вот это вот вкратчиво как-то делал, улыбался, спокойным голосом. Но, тем не менее, вот прям даже руки тряслись, вот настолько вот он тянулся, ну, к тебе, ко мне. Я хочу залезть к вам в трусики, дайте меня потрогать там. У тебя такая грудка маленькая, хорошенькая, ты знаешь, я за женскую грудь там не держалась, уже там сколько-то там лет, и он просто накладет мне руку на грудь, начинает поглаживать, потом под футболочку. Я замечу, все происходит на глазах у людей, которые ходят по набережной. Я сейчас даже злюсь, потому что я понимаю, что я бы в такой ситуации никогда бы не прошла мимо, и такое допускать нельзя. Мы не понимали, для чего ему это надо, считали его вот таким странным дедом. Серьезность, наверное, последствия никто не осознавал. И старичок надо мной наклоняется и начинает меня целовать в губы. Я пытаюсь его хоть как-то с слабыми, ослабевшими руками оттолкнуть. Он продолжает меня прижимать к скамейке, и вот когда мне становится больно от того, что спинка скамейки врезается мне в спину, в этот момент я уже делаю резкое движение и убегаю. Этот дедушка этот продолжал делать там не один год. Его все знали, но его никто почему-то родителям не сдавал. И мне стало стыдно опять за то, что я не сделала ничего. Почувствовала себя виноватой, слабой, тряпкой. И в результате сегодня это первый день, когда я об этом рассказывала вслух. Случай, который со мной произошел в 16 лет, меня, конечно, полностью выбило из колеи, потому что в такой же толчье, только в метро, человек, стоявший со мной рядом, как-то вздрогнул и посмотрел на меня очень странным, диким взглядом. Когда я вышла на перрон, я увидела, что у меня залито все пальто чем-то. Чертыхнулась, подумала, ну что, сумка у кого-то, продукты потекли. Дома я могу себе представить, какой шок был у мамы и бабушки. Приходит бабушка к маме с глазами в пять советских копеек, и говорит, Леночка, а почему у Наташи все пальто в сперме? Я не помню, что он нам говорил, но каким-то образом мы оказались у него в номере в санатории. И, скорее всего, он нас заманивал сладостями, то есть, какими-то такими вещами, что пойдемте я вам там что-то сладкое дам. Ощущение такого липкого ужаса, оцепенения какого-то, когда ты находишься в замкнутом пространстве с этим человеком, дверь закрытая, ты понимаешь, что ты не можешь выйти. Он ушел в ванную, разделся, вышел голый, начал предлагать нам его потрогать. И мы просто ждали, когда он нас отпустит. Он ко мне подошел, взял меня за интимные места, ну и со словами «маленькая тебе будет хорошо» потащил меня, грубо говоря, в лес. Я начала кричать. По непонятным причинам мои вечно занятые работающие родители оказались в этот день дома оба. Выбежали они, выбежали соседи, то есть, ну, из четвертого до первого этажа. И на первом этаже, грубо говоря, меня вывали у него из рук, он убежал. Мы его не нашли. Вот, родители в милицию не обращались. После ухода из дома я с родителями три года не общалась, то есть, они сами потом нашли меня, вышли на контакт. С ним мы общаемся натянуто, то есть, такие нейтральные фразы, вот, чтобы просто, ну, дело иметь, что ничего не было. Тебе не страшно с ними общаться? Сейчас нет, потому что, мне кажется, он знает, что я могу сделать что угодно. Я толпу с тех пор очень не люблю. Я не хожу на массовые мероприятия, даже радостные всякие ярмарки, и пользуюсь такси гораздо чаще, чем могу себе позволить. После этого возникло очень много табу в общении с людьми, то есть, в плане, там, какого-то телесного контакта, в плане секса потом с мужчинами, то есть, какие-то вещи я себе разрешала, а дальше я просто, ну, не контролировала, потому что паника, страх, ощущение себя грязное, желание помыться, закрыться, не общаться с людьми. Я всегда боялась мужчин, ну, то есть, мне как-то сложно было принимать их тело, то, как они выглядят. Я боялась всегда голоса мужского. В какой-то момент я думала, вообще, смогу ли я выйти замуж за кого-то, чтобы так близко какого-то человека принять. И какие-то комплексы, и с девушками мне было сложно общаться, потому что все это вот как-то накладывалось, и, допустим, когда уже повзрослел, я все равно, этот груз какой-то на тебе висит, и ты это помнишь, что с тобой было, и что это ненормально. Долгие годы боялась заходить в подъезд даже днем. Не ездила в лифте, потому что это замкнутое пространство, в котором ты не можешь, как бы, ну, управлять ситуацией вообще никак. Если до этого я была очень коммуникабельной со взрослыми, с любым взрослым человеком могла заговорить на улице, то после этого нет, я только с детьми общалась. Проблема в том, что родители с детьми не разговаривают. Они и сами боятся говорить на эти темы, потому что не знают, как разговаривать. В пять лет, я считаю, можно начинать воспитание потихонечку, чтобы предупредить возможные проблемы. Есть много и сказок, и игр, которые рассказывают в очень корректной форме, что вот есть мальчики и девочки, они отличаются вот половыми органами, а еще иногда вот этим отличаются. И то же самое в игровой форме, иногда можно у детей узнавать, трогал ли их кто-то. Части тела, которые у нас на пляже закрыты трусами или купальником, это наши особые части тела. Больно, щекотно, неприятно, там никто не может делать, об этом нужно сразу же рассказать. То есть объяснять, что вот близкие люди могут обнять за талию, поцеловать щеку, но ни в коем случае ни в губы, ни с языком, ни трогать в районе, там в области гениталий и прочее, просто шарить по телу уже как бы, ну нет. Надо с ребенком разговаривать на всякий случай, потому что 100 друзей хороших, один нехороший. Мне не кажется, что ребенок может в таком возрасте себя защитить, будь у него нож, перцовый баллончик, он просто может не среагировать. Хороший принцип. Не нравится – кричи. Неважно, где ты находишься, какое время суток, что с тобой происходит. Среди вот этих вот сотен просто идущих людей, ну наверняка найдется один, которого просто заинтересует здесь и сейчас, что происходит. Этого будет вполне достаточно. Обнять, дать ему понять, что он принят в любом случае – это первое, что нужно сделать в моем понимании. Дать ребенку ощущение безопасности, безусловной любви, принятия. То есть с тобой все хорошо, ты не стал хуже от этого, ну и в таком контексте его поддерживалось. В зависимости от глубины травмы, действительно, иногда нужно подключать психолога на самых ранних этапах, чтобы это потом не вылилось в какие-то фобии и проблемы уже во взрослом возрасте. Эякуляция, сперма, секс, мастурбация – этими терминами со мной родители не общались. Одно дело – рассказать про маньяка, это чужой дядя, он с тобой пошутил, не говори с ним, а другое дело – объяснить. Следующее – я бы сразу звонила в милицию и поднимала бы хай в соцсетях по этому поводу, обозначала бы место, в котором это происходило, по рассказам ребенка. Я постаралась бы внушить ребенку, что он должен делиться, потому что это может происходить не только с ним, обидеть могут не только его. То есть такое чувство ответственности пробуждать в ребенке, что если с ним что-то случилось, он должен рассказать, чтобы взрослые смогли, другие взрослые могли его защитить и защитить других детей.